Когда-то на его месте висел тот, что он был в Москве, про который он ходил легенду, что этот звон в лошадь из Новального Двы отцов слышал звон в самой Москве, то есть где 50 верст в городе Звенигорода и заслышав звон, даже шел пешком из Москвы в Звенигород. То, что царь говорит пешком, это действительно исторический факт, это не возникало два дня. Он останавливался только на счетку своей заботной резиденции. А так он всю дорогу шел пешком, чтобы какой-то такой подвиг от себя труд принести перед Богомольем в монастыре. Звали этого царя Алексея Михайловича Романова. Он очень любил наш монастырь, но об этом я вам скажу чуть позже. Мы туда пройдем с вами в собор. А еще что касается полокольной истории, наш город называется Звенигород, не случайно, потому что как раз я вам говорила, что гора Сторор, мы готовим к этой крепости, а еще на этой крепости были колокола. И вот по древней красивой легенде именно звон колоколов оповещал маслячей о том, что приближается враг, и они могли подготовиться, достойно встретить и подготовить оборону. Еще у нас наверху там вот 10 колоколов, и вы как раз услышите, перед службой вечерней, без 15.05, все колокола будут звонить, и в том числе и этот Большой Благовестник. Его зовут Большой Благовестник, потому что звук, который он издает, называется Благовесть. Это колокол, когда один звонит, перед, вот Благовестник это именно один колокол звонит, с некоторыми промежутками, с паузами, а затем начинаются перезвоны. Это вот многие колокола играют. Вообще это очень интересно, и даже любой желающий может научиться. Есть такие в Москве школы колокольного звона, и там, в общем-то, звенарей набирают. А вот это, вот это у нас звонит сейчас часовой колокол, это самый древний колокол 17 века, и был привезен как трофей из города Смоленцев. Когда Смоленск отбывали у поляков, и там на нем есть напис по латыни «Если Бог с нами, кто против нас?» И мы говорили словам Александра Невского перед битвой, когда мы своим конец говорим «Не в силе Бога, а в правде, если Бог знает, то Бог знает». Вот Он только что нам это об этом и сказал. Но если хотите, можете еще посмотреть с другой стороны. Там очень красивые виды на деревне в окрестнице Звениры, до которой еще называли русской Швейцарией. В 19 веке, потому что, наверное, за близость к железной дороге и за красоту, за равнины, и какие красивые пейзажи. Вот на колоколе также любил подниматься Федор Шалядин. Вот он в письме Горик ему писал. «Был в Звениграде, лазил на колоколе, три дня звонил во все колоколы». А вот в той деревне, которую вы сейчас посмотрите, жил художник Исаф Мелитант. Писал там свои этюды, и даже в Третьковской колерее есть. Валерия Ильича, мы что там, это? Видим, мне не van. Валерия Ильича не надо. Продолжение следует...